Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня по прошествии понедельника мы продолжаем констатировать, что американская валюта в целом позиционно остается под давлением. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 91.11. Впереди у нас куча макроэкономических отчетов по штатам, чего стоит только один Non-Farm Perls, традиционный для первой пятницы месяца релиз. Статистика, которая, на мой взгляд, имеет сейчас самое определяющее воздействие вообще на рыночное настроение, потому что именно состояние потреб сектора США может окончательно пролить свет на перспективу американской экономики. Но это, конечно же, для тех, кто еще сомневается в том, что в Штатах дела обстоят настолько хорошо, как обстоят. Я в этом не сомневаюсь. Ранее комментировал, что, безусловно, если мы заморочимся, друзья, и будем копать какие-то подиндексы, какие-то региональные показатели, то будут сигналы, признаки слабости. Но общий макроэкономический фон сейчас позволяет точно говорить о том, что американская экономика довольно неплохо справляется с последствиями ковида. И если ничего плохого не случится, то еще квартал, другой, и американская экономика выйдет на уровни, которые мы видели до пандемии. Макроэкономические данные – это не пустой звук, друзья. Откроете экономические календари. Вы все умеете работать с цифрами. Посмотрите на активность потребителей, на состояние промышленного сектора, сферу услуг. Вот в минувшую пятницу по блоку данных «Личные доходы, личные расходы» мы убедились в том, что показатели сейчас находятся не просто на максимум за какой-то более-менее короткий промежуток времени, они находятся фактически на рекордных уровнях. Личные доходы увеличились больше, чем на 20%, личные расходы на 4,1%. Речь идет о том, что за время пандемии потребители набрали очень много ликвидности. И впоследствии мы столкнемся, ну не то чтобы мы, а все трейдеры-инвесторы с эффектом отложенного спроса, когда окончательное открытие всего, что только можно открыть, придет к тому, что потребительская активность выведет общие показатели экономического роста на уровне, может быть, даже двухзначного порядка. Есть и такие оптимисты, которые считают, что американская экономика может в 2021 году оказаться выше 10% по приросту. Я, конечно же, думаю, что вряд ли такое произойдет, но 7-8% вполне реально. А индекс АСМ производственного сектора, который вышел накануне с 64,7%, здесь, конечно же, сравнивая с прошлым месячным значением, можно говорить о спаде, но все-таки индекс остается выше 60 пунктов. Это значит то, что сектор все равно на подъеме. Сразу же после этих данных МОДИС, рейтинговое агентство повысило прогноз роста американской экономики до 7%. И даже если реально по факту 2021 года мы увидим максимум 7% для американской экономики, это будет лучший показатель среди всех развитых стран. Это будет лучший показатель для той же самой американской экономики за последние 70 лет, фактически вот с 50-х годов. Джером Пауэлл, еще одно событие вчерашнего дня, его выступление, которое не принесло никаких неожиданностей для трейдеров. В принципе, все, как и ожидалось. Очень много комплимента в адрес американской экономики. То, что в целом ситуация улучшается, впоследствии ковида проблемы отступают. Но американская экономика далека от цели по занятости и по инфляции. Поэтому легкие комментарии от Пауэлла для тех, кто забыл уже, что было сказано на заседании ФРС неделю назад, гласят, что американский регулятор все еще далек от решений, которые предполагают ужесточение денежно-кредитной политики. В итоге, друзья, мы убедились в том, что доллар в целом на таком фоне явно не будет пользоваться спросом как защитный актив, потому что даже ежу. Понятно, что с учетом настолько быстро улучшающейся экономической перспективы лучше поработать с риском, что мы, собственно, и делаем. Американский фондовый рынок. Вовремя мы отступили от S&P и NASDAQ, точнее сделали там цель и сфокусировались только на Dow Jones, который сейчас фактически тестирует сопротивление 34 тысячи пунктов. Цель 35 тысяч пунктов. Друзья, неделя, несколько, и мы будем друг друга поздравлять, что и данный цельевой ориентир пал. Сейчас за редким локальным откатом, который может быть больше сопряжен даже с техническими факторами, нужно быть уверенными в том, что американский фондовый рынок продолжит расти. Золото 1788, наша ближайшая цель 1800. Фактически, мы до нее достигли уже в рамках вчерашней торговой сессии 1797 максимум. Закрепление выше уровня 1800 – это ближайшее движение и ориентир для дальнейшей динамики. Спрос на золото, друзья, растет, и он подтверждается цифрами в виде повышенного аппетита не только со стороны институционалов, центральных банков, но и со стороны розничных инвесторов. Центральные банки в минувшем квартале увеличили закупки золота на 100 тонн. Это больше, чем на 20% по сравнению с кварталом предыдущим. Что касается спрос со стороны ключевых импортеров Китая и Индии, здесь спрос на ювелирку увеличился почти, друзья, это не оговорка, сейчас будет на полтысячи тонн. И сравнивая с показателем прошлого квартала, рост больше, чем на 0,5%. В такой ситуации, еще и с ведущими инфляционными рисками, еще и с эффектом слабого доллара, я думаю, что можно всерьез замахиваться уже на движение выше отметки 1850. Евро против доллара 1,2039. Здесь очень много позитивных факторов для европейской экономики. Темпы вакцинации на прошлой неделе ускорилась компания по вакцинации до 1,6 миллиона доз. Это хороший показатель. Действительно, может быть, 40% населения к концу лета получат вакцину. Ситуация с ковидом. Стабилизируются макроэкономические данные. Ройничные продажи в Германии увеличились на 11%. Индекс активности производственного сектора в целом выше 60%. Это многомесячные максимумы. И тоже еще один повод говорить о том, что еврозона также постепенно, последовательно справляется с последствиями ковида. Да, общие показатели первого квартала могут быть еще слабыми, потому что Франция, Германия и Италия оказались в условиях локдауна. Но, друзья, это все уже отступило. И ограничения снимаются. Лучше заранее заскочить потенциальный рост главного валютного риска и на этом заработать. Плюс ко всему еще еврокомиссия вчера рекомендовала странам ЕС начать снижать ограничения и требования для иностранцев, которые хотят посетить европейскую экономику. Впереди, друзья, активизация туристического сезона. И это еще один фактор для последующего укрепления европейской экономики и повышенного спроса на евро. Фунт пока предлагаю не трогать. Давайте дождемся итогов выборов в Шотландии. Посмотрим на реакцию трейдеров на итоги заседания Банка Англии. Доллар канадец 1.2289. Цель 1.20. Причины, факторы прежние. Пересмотрите прошлый брифинг. Новозеландец против доллара 0.7175. Цель 0.73. Также без изменений. Рынок нефти 67.42. Почему-то все по-прежнему фокусируются на перспективу падения спроса на нефть в Индии почти на 1 миллион баррелей. Но я хочу сказать, что это снижение будет компенсировано ростом спроса в Китае и США в ближайшие три месяца почти на 2 миллиона. Друзья, обычная математика, поэтому как бы факторы нивелируют, нейтрализуют друг друга. И мы остаемся в целом в позитивном ключе в отношении рынка нефти, потому что нет такой же риск, как и евро и фондовый рынок. Лучше действовать по тренду, тем более, что нефтянка реально растет. Цель 70 остается актуальной. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.